Престольный праздник отметил и Забайкальский Свято-Успенский мужской монастырь. Как обычно, в обитель приехали сотни паломников, чтобы соборно помолиться и поздравить насельников. Божественную литургию совершили под открытым небом. Несмотря на то, что с раннего утра небо хмурилось, в обители было тепло, спокойно и радостно. Это не случайно. Как сказал наместник Успенского монастыря и романах Сафроний, все праздники, посвященные Богородице, наполнены особой тишиной и умиротворенностью. Пресвятая Богородица была в своей жизни смиренным человеком. Она никогда не роптала, никогда ни с кем не сворилась. Пресвятая Богородица всю свою жизнь провела в трудах, в молитвах, в терпении. Она много претерпела, в том числе и распятие своего сына Господа нашего Иисуса Христа. И вот перед святым своим успением Пресвятая Богородица была снова в Иерусалиме у гроба Господня. Туда чудным образом переместились все апостолы, которые пребывали с проповедью в это время во всех концах мира. Как первые апостолы стояли в этот день православные христиане у адра Пресвятой Богородицы. И, как и полагается, не скорбили, а радовались. Ведь Успение называют Второй Пасхой. Душа рождается в жизнь вечную. Ее озарил небесный свет. И сам Господь встретил ее душу. То есть Пресвятая Богородица, она была взята вместе с телом. Она воскресла подобно Господу. И вот гроб Пресвятой Богородицы, это гробница не печали, не какой-то либо иной скорби, а именно радость. Радость предвозвещения всеобщего воскресения. Как некогда воскрес Господь, воскресла Пресвятая Богородица, так и мы, братья и сестры, все воскреснем и пристанем пред Богом. Очень многие прихожане постарались в праздничный день очистить свою душу в таинстве и исповеди, принять святое причастие. А после Божественной Литургии верующие обошли обитель крестным ходом с песнопениями и чтением Евангелия. Совершались особые молитвы, пути и сами прихожане по обычаю окроплялись святой водой. В монастыре еще нет большого храма, вместо колокольни пока небольшая звонница, но место под храм определено и освящено, установлен крест. 22 насельника, четверо из которых священнослужители, не только трудятся, добывая хлеб насущный, но и молятся о том, чтобы в обители началось строительство храма. Они уверены, что только там, где есть молитвенная жизнь, там будет и преуспеяние. Студия Слова, Забайкальская митрополия.